Здарова, чуваки! Давно с вами не виделись. Вы смотрите третий выпуск Сделай сам. В этих видео мы изобретаем, делаем всякие штучки-дрючки. Такие штучки-штучки-тушь-штучки. Да, я что-то обросил сегодня какой-то. Ок, исправим. Ага! Нормально так-то подстригся, вообще быстро главное. В этом выпуске Сделай сам номер три мы будем преобразовать гирю. 24 килограмма. Вот такая гиря, 24, она, короче, ржавая. Вообще, давно в гараже стояла, я ее нашел. Ну, качаться надо. Вот, я хочу ее покрасить, почистить. Вот. Конечно, многие скажут, зачем она нужна, выкинуть ее в окно. Ха-ха, в окно. Ну что ж, вот такая вот гиря, 24 килограммовая, 24 килограмм. Стоила она в свое время 5 рублей 18 копеек. Под воздействием, под воздействием воды, влаги и всяких разных, она подверглась коррозии. Стала такой вот ржавой. И сегодня мы ее хотим почистить, потом покрасить, чтобы она и дальше приносила ту пользу, для чего ее и изготовили. Чудно. В свое далекое-далекое время. Ну, чтобы она почистить, нам понадобится такая вот щеточка по металлу. Она накручивается на болгарочку. Ну, у нас болгарочки нету. С собой она не должна, у нас есть такая вот щетка на шуруповерте. Ну, а также два баллончика. Один такой вот серебристый и чуть-чуть синего. Я хочу попробовать, если хватит, пока что совсем чуть-чуть осталось, сделать синюю ручку, покрасить синюю ручку, а сама гиря будет серебристая. Вот так вот. Ну что ж, надо почистить. Берем щетку по металлу и чистим. Ну что ж, вот такая вот гиря получилась при обработке. Конечно, она не в идеале мы сделали, но, в принципе, теперь она ржаветь больше не будет. И краска будет очень хорошо держаться. Берем синюю ручку. Берем синюю ручку. Хорошенько у вас тряхнем. Открываем. Воу. Тут что-то две. Ладно. И покрасим ручку. Баллончик синий кончился. Я думал, хватит его только на ручку. И даже думал, на ручку не хватит. О, покращил почти больше половины. Так что, пока он высохнет, когда он высохнет, я докрашу оставшееся и докрашенное место гири серебристым баллончиком. Потом она высохнет. И, в принципе, готова наша гиря с вами. А я пока пойду руки помою. Вот такая гиря получилась. Вот. Вот такого синего цвета. Покрасилась она наполовину, чуть меньше, можно сказать. Вот видите. И сегодня, точнее сейчас, мы докрасим ее вот этим глистам, оставшиеся серебристым баллончиком. Вот серебристая эмаль. Ну, для того, чтобы нам не испортить синий цвет, синюю краску, на этой гири, давайте ее завернем. Для этого использую пакет и изоленту. Ну, либо скотч. Смотря что у вас есть. У меня и стоит то, но я думал, что практичнее будет взять и изоленту. Так. Вот. Ну, что, вот так мы ее смогли с вами спрятать. И теперь берем серебристый баллончик. Хорошенько его взбалтываем. Хорошенько, так хорошенько. Открываем. И крашим. Видите, синий цвет. По правде просто поменял. Ну, короче, крашим. Кстати, серебристый баллончик, это остался от турника. Под низом, конечно, тоже надо покрасить. Ну, подождем, пока она высохнет. Ну, вот. Гиря покрасилась в серебристый цвет. С этой стороны, конечно. Давайте перевернем, посмотрим, что стоит. Тут вот, видимо, не покрасилась. Поэтому мы ее вот так вот ложим. Баллончик берем. Хорошенько взболтаем. Открываем. И ждем высыхания. Сейчас это последняя стадия, последний этап высыхания этой гири. Потом мы все это отмотаем и посмотрим, что получится. Вот и высохла гиря. Давайте сегодня, точнее, сейчас ее уберем. Вот это, то, что мы тут наделали. Пакет. Где тут начало этого пакета? Изоленты, точнее. Что-то тут наделали, короче, непонятно. Не знаю, как это получится. Я первый раз так делаю. Все это изоленты снимаем. Вот так вот она смотрится. Да, конечно, не все идеально. Вот здесь чуть-чуть кривовато. Ну, если что, я потом в идеале все завершу. Ну, короче, вот так вот. Мы смогли. Покрасить нашу гирю. 24 килограмма. Вот она наша гиря. 24 килограмма. Да, довольно тяжелая. Чего лежать вот так тоже. Мы покерачены. Вот так вот она смотрится. И берем. И качаемся. Так что подписывайся на канал. Вот тут. А я пошел качаться. С помощью вот этой гири. Пока. Подпишись на этот классный канал. А также посмотри предыдущие два выпуска. Сделай сам ремонт MP3 плеера. И сделай сам турник в домашних условиях своими руками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, что посмотрел видео до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...